Добрый день, друзья и коллеги! С вами Наталья Лунато и моя очередная минутка о войлоке. И я опять-таки отвечаю на ваши вопросы. На самом деле мне очень нравится, когда вопросов много, потому что мне самой интересно каким-то образом дополнительно систематизировать информацию. Вопрос задала достаточно опытная валяльщица и человек, который прекрасно знает флисы. Тем не менее, вот такой вопрос. Какой край может быть на войлоке, сделанном с применением флисы? Ну, тут есть несколько вариантов. По крайней мере, все то, что в своей работе использую я сама. Есть варианты, которые используют другие мастера, но тут уж как бы они сами об этом и расскажут. Но, тем не менее, если вы валяете, допустим, с флисом, это может быть опушка из флисов. Ну, понятно, она может быть либо в один слой, когда это длинные кудри, вы их разложили, это будет напоминать бахрому. Один-два слоя обычно это будет, ну, вот, ряда даже, правильнее сказать. Может быть опушка из более пушистых флисов и более коротких. Сделать эту опушечку такую мягенькую, мутоновую очень хорошо. Можно сделать на всяких разных вещах, скорее всего, фольклорного стиля. Это вот такие виды окантовки. Если у вас полотно напоминает, допустим, ну, такое вот буклированное, типа каракулевые структуры, вы можете просто ровно разложить флис, но это полотно, оно все равно будет иметь как бы некоторую такую вот диковатость по краю. Вот, даже если очень аккуратно где-то будут такие вот выбиваться пудряшечки, это можно оставить так. Это тоже очень эффектно. Можно этот край подрезать и, допустим, его обшить или обвязать ниточками в тон или контрастными. Это может быть красиво. Можно обшить кружевом, можно обшить тесьмой или трикотажной тесьмой или косой бейкой. Пожалуйста, такие варианты можно подрезать, просто загнуть на другую сторону и красивой строчкой, красивым шовчиком тоже подшить. Особенно вот это интересно, обычно выглядит на двухсторонних вещах. То есть вот это основные вот такие вот способы придания вещи законченного вида. Мало того, я вот очень люблю разные виды окантовки совмещать в одном изделии. То есть, допустим, горловину и проймы на жилете я могу обработать тесьмой или кружевом, а не специально оставить с естественным рельефом, то есть чтобы где-то там пудряшечка выбивалась, такая небольшая какая-то завитушка, неровность. Это будет подчеркивать естественную красоту войлочного полотна. В любом случае, экспериментировать можно и нужно. Можно совмещать, допустим, войлок с кожей, с замшей, с другими материалами. Тут нет у нас никаких ограничений, никаких запретов, кроме нашего собственного вкуса, нашего собственного умения. И выдумывайте, пробуйте. Можно-то, в общем, все. Всего вам доброго, всего хорошего, легкого валяния, красивого, теплого войлока. Ну и, пожалуйста, чтобы поддержать проект, ставьте лайки и делитесь с вашими друзьями.